Хочу говорить на такую тему, на такую тему. Where there is opportunity, there is danger. Там где возможность, там и опасность. Я не знаю, если по-русски лучше сказать опасность или... Риск, либо риск лучше, да? Риск, риск, риск. Опасность слишком не то, да? На английском есть, да, как переводится, как опасность, но оно мягче. Там где возможность, там риск. Лучше вот так, там и риск. Там где возможность, там и риск. Вот об этом я хочу говорить сегодня. И можно и наоборот сказать, там где риск, там и возможность. Что ты на меня так смотришь? Не согласен? Наверное, больше всего, наверное, согласен. Там где опасность, там где возможность, там что? Риск. И там где риск, там чаще всего возможность. Что нам делать в такое время? Кому нужно, кто считает, что такая проповедь нужна им или не надо вообще об этом говорить. Потому что кто-то мне однажды говорил, когда я начал финансово проповедовать, что ну что такое, что просто делать? Я пришел о крови Иисуса слышать, да? Он о бизнесе говорит. Может быть, та же самая ситуация сегодня. Что о крови Иисуса надо проповедовать. То есть Иисус же, Он не догмат. То есть не надо каждый день говорить о крови Иисуса. Надо говорить о том, что может помочь людям сегодня реально в своей ситуации. Поэтому там где возможность, там и риск. Ну что, какие места, официально, у меня столько их здесь. Давайте начнем с Деяния апостола, 17 глава. 12 стиха по 13. Нет, давайте все-таки 16. 16 глава, 16 стиха по 24. Деяние 16, 16 по 24 стихе. Второй микрофон включите. Я бы кто-то выключил. Раз-раз. Но в принципе, я хочу тоже взевать ко всем нашим. Если у кого-то действительно хорошие какие-то темы или что-то хорошо получается, в такое время надо сплотиться нам. И надо нам помогать друг другу. То есть сейчас не время, когда каждый должен стать островом для себя. Это есть время, когда нужно действительно поддержать друг друга, чтобы мы вместе все могли выйти из этой ситуации. Да, считаем. Случилось, что когда шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сиии человеки рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, увидев, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сиии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Это было первое посещение Павла Европы. Помните, когда Господь направил, когда он, ну, трудился в Азии, и он увидел сон о муже из Македонии, который в этой главе, раньше, если мы считаем, и говорит, что едет в Македонию, помоги нам, это была Европа. Потом, ну, Лидия, женщина, встретила их, и она приняла их в дом. И так Евангелие впервые пришло и вошло в европейский континент. И какой Бог видел видение? Почему Он, наоборот, повелел им оставить Азию на то время и перейти в Европу? Очень просто, потому что Он увидел огромную возможность. И так и было написано, что Баша, ну, приди сюда, помоги нам. То есть огромная дверь была открыта. Но в это же время, когда огромная возможность, посмотрите, какой риск пришлось им проходить. Вроде бы Он здесь делает благое дело, освобождая человека от духа нечистого, но вроде бы и так же возможность. И это чудо, между прочим, привело в целые города, потом в целый континент. Это начало этого чудеса, которое привело в вашу Европу, как континент, как Христу. То есть огромная возможность ждет впереди. Но до этой возможности им нужно было сначала пройти огромный тоже риск. Огромный риск и огромная опасность. И что случилось? Человек делай добро, он уже принесли Евангелие туда, куда Бог его направлял. Если бы это не Бог их направил, это одно дело. Но тут сам Бог явился и говорит, иди туда, наоборот. И туда приезжает и сталкивается с такой ситуацией. Почему? Бог это знает, что никогда не бывает возможности без риска. Никогда не бывает возможности без опасности. Никогда не бывает возможности без сложности. Так что возможности, возможности и сложности, они братья. Это то же самое, когда вы зарабатываете. Вот люди, которые попадали в эту ситуацию с Леом Банк, почему попали? Потому что большая возможность, большая возможность заработки и так далее. И так же большой риск. И всегда так говорят в бизнесе. Кто больше, получает проценты, то и много будет попадать в риск. И не только так, но вообще в жизни так оно и есть. То есть большая возможность там, где есть, там и большой риск. Но люди, которые боятся риска, и люди, которые боятся опасность, они никогда никем не становятся. Потому что у них не хватает никогда десновения и смелость принимать решения. Они никогда не принимают решения, они никогда не двигаются вперед. Почему? Потому что боятся. Что я хочу сказать этим? Сейчас, когда тяжелее всего, сейчас, когда вроде бы нельзя вообще ничего делать, ни денег, ни денег, ни на что. Именно сейчас нам надо с вами проявлять больше всего инициативу. Нам надо проявлять инициативу на то, чтобы находить скрытие сокровища. Именно сейчас, несмотря на опасности. Даже если опасность есть, надо поверить и надо вспоминать о том, что мы с вами верующие. И если мы с вами верующие, значит Бог может избавить нас от опасности. Если мы с вами верующие, значит Господь может сохранить нас в опасности. Если мы с вами верующие, надо увидеть Господа, который будет нашим покровом по ночам и защитой от ветра. Надо увидеть защиту и надо идти вперед и двигаться. Один человек, один брат из наших, мне сегодня рассказывал, что церковь, где сестра ходит в Америке, что когда такой кризис был в 90-х годах, что это здание, кинотеатр, в котором они сейчас находятся, удешевлилась на огромный, только на 1 миллион долларов стало, кинотеатр, прямо в центре Манхэттена. Манхэттен это такой престижный бизнес. Когда вы видите Нью-Йорк, есть небоскропы, это называется Манхэттен. И это Манхэттен там очень дорогий сейчас. Вот это здание, наверное, будет стоить, не знаю, может быть, 100 миллионов или 50 миллионов, и они его купили за 1 миллион, благодаря кризису. То есть кризис удешевлилась и открыла для них возможности. То есть, может быть, для кого-то не так оно будет, но вот время, где опасность, где риск, это тоже время возможностей. То есть нужно довериться Богу и нужно знать, что мы верующие, мы не те, которые сдаются, мы не те, которые уходят от поля сражения, а мы люди, которые наоборот собираемся и бросаемся в поле сражения. Плод до того, чтобы сказать, даже если я все потерял, даже если я все потеряю, все, ничего, я начну еще раз Божьей помощи. Господь меня еще раз поднимает. Но, самое главное, ничего не бояться. Самое главное, ничего не бояться. Даже если все, пока есть жизнь, все можно вернуть, друзья. Поэтому, пока есть жизнь, наоборот, но можно набрать опыт. Как нужно, как не нужно делать. Просто опыт набирать. Набираешь опыт. Просто как нельзя делать. Поэтому в следующий раз уже будешь лучше, умнее и как-то более. Но то, что хорошо в нашей церкви сейчас, то, чем я счастлив, это то, что это все наступило после того, как мы уже с вами обучены. После того, как мы уже в чем-то разбираемся. Если бы это было 10 лет назад или 5 лет назад, когда никто вообще не был научен, это было бы опять 90-е годы. Помните, когда все ходили в церковь только потому, что не было куда больше ходить. Не было работы ни у кого. Это все просто голодали, грешками кушали или чем-то. Но сейчас, по крайней мере, мы можем активизироваться. Мы можем начинать думать что-то и начинать что-то принимать. И это особенно касается людей, которые пока не ощущают на себе кризис. Потому что сейчас я говорю, но кто-то думает, а, слава Богу, это кому-то касается. Но мне пока все нормально, мне пока хорошо, мне пока платят. Это я как раз говорю, вдруг, представьте себе, вдруг что-то станет плохо. Чтобы мы начали уже думать о том, как выходить и как делать все наилучшим образом. Вот, допустим, в прошлый четверг, когда я здесь был, когда я здесь был, один брат ко мне подошел, он брал деньги у людей, в церкви здесь, и вложил от себя другого человека. И теперь, когда это бизнес, ну, обвалился у них там, все к нему опять его разорвали. Но он правильный человек, он хороший человек. И тут же, а он уже был у меня, и тут же кто-то из тех, которые вложили в него, ко мне приходит, пастор, какой-то брат в церкви не отдает деньги. А тот переживает больше, чем она переживает за эту ситуацию. Он приходит ко мне, я молился за него. И они как раз встретились. То есть, мы должны душить друг друга. Мы должны понимать ситуацию, которая в стране, и помогать друг другу, наоборот, выходить вместе, чтобы душить друг друга. Особенно, если мы братья. Особенно, если мы все вместе в этой одной лодке. Если они верующие, тяжело, потому что они исчезают. И нельзя будет ни с кем разговаривать. Но если братья, надо понимать друг друга, и помогать выходить в подобные ситуации. Итак, другая сторона медали, это то, что всегда есть возможность. Всегда они есть. Но то, что останавливает нас, от того, чтобы их замыть, их замыть, 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 это потому что, ну, мы, мы боимся. Мы боимся, что может быть, из-за того, что мы сделаем шаг. Это во-первых. А с другой стороны, мы не видим, некоторые люди просто не видят возможности. Просто не видят возможности. А чего? Почему не видят возможности? Потому что они отказываются заниматься, думать головой, заниматься умом. Если мы с вами будем заниматься умом, если мы будем заниматься и поиском, если мы будем поиском, мы всегда будем видеть эти все возможности. Если мы будем заниматься. Но уж надо думать, надо заниматься, надо разговаривать, надо вести переговоры, переговоры и разговоры. Если мы не будем заниматься вот так, если мы не будем, ну, бить поиски, если мы не будем искать, то, кто не ищет, тот не находит. Находит только то, кто ищет. Но если мы не будем искать, не находим, не найдем ничего. Поэтому я догновляю нас действительно идти, выйти и начинать думать умом и начинать работать над тем, чтобы находить те возможности, которые скрываются там. И не надо бояться ничего, что уволят от кого-то. Я, допустим, слышал презентацию клуба тысячи миллионеров зимой, и когда я увидел столько возможностей, прилагают вообще наши братья, другие, прилагают бизнесы друг к другу. Я говорю, слушайте, у кого-то плохо, но точно у кого-то получается, надо идти у кого-то поучиться, брать опыт, брать бизнес и надо начинать что-то делать. Те, кто будут заняты делом, соседанием, творчеством в это время, они и что-то могут получать. А те, которые ничего не делали, только сложили рукой, они будут очень разочарованы. Итак, и возможность, и кризис, они синонимы. Возможностей и риск тоже синонимы. Возможностей и кризис синонимы. Кризис, время кризиса, это время возможностей, друзья. И время риска, и там, где риск, там тоже возможность. И время возможностей, это время кризиса. Так что давайте будем двигаться. Я уверен, что из верующих людей, которые что-то начнут делать, Бог покажет себе, что Он верен. Вообще-то, что я думаю. Я думаю, что это время кризиса, которое оказывает влияние на весь мир буквально. Я думаю, Бог хочет как раз исполнить Его Слово. Что, ну, тогда вы увидите отличие между служащими и неслужащими. Я думаю, что именно сейчас это отличие выйдет наружу. Когда мы поймем действительно, что Бог с теми, которые Ему служат. Давайте еще посмотрим Деяния Апостолов, 14 глава, 16 по 20 стихи. «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». Знаете, какой ты считаешь? 14 вы сказали. 14 до 16 по 20. По 20. «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Представляете, что творится? Ваша возможность проповедовать и завоевать народы, и тут, как тут, опасность. Там, где возможность, там и опасность. В этой главе, которую мы считали, Павел получил огромную открытую дверь проповедовать иудеям и еленам. Эта гора называется Иконии, Листры. Ну, это все эти малые азы. И они получали большие результаты. И вместо того, чтобы их приняли на ура, они идут на возможности, и тут же на них атаки. И Павел не только арестовали, его побили или что с ним делать? Побили камнями. Побили камнями. И вытащили за город, почитая его умершим. Да, то есть он потерял сознание. Он был, побили камнями до такой степени, что он потерял сознание. Где? Что случилось? Какая это ситуация? Это было как раз посредине самой большой открытой двери в его жизни, в его карьере. И сейчас, когда мы говорим об этой телевизионной передаче и об этой открытой двери в газете и так далее, я, видите, это возможность. Да? Но помните, все возможности всегда идут с какими-то атаками, какими-то рисками, какими-то кризисами. И получается, если я духовный человек, то я уже начинаю ожидать определенный кризис или определенные проблемы. Потому что Бог открывает новые двери, слушайте, будут новые уровни атаки, будут новые кризисы, нападения и так далее. Поэтому я сделал, бросал эту фразу вначале, что те, которые сейчас кричат, асана, чтобы потом не кричали раз в день, когда атаки какие-то начнутся и так далее, и давление. Поэтому очень важно, чтобы мы были на шоку, чтобы мы были не как те, которые не в курсе, и которые просто ведут себя как невежды, чтобы мы могли в знании его зрелости реагировать на эти все ситуации. Но то, что интересно в этом местописании, в том, что Павел и другие, они даже не обвиняли Бога. Они даже не указывали Павле, что зачем ты тогда нас сюда прислал? Зачем ты знал? Бог же знал, что будет эта атака. Бог же знает, что будут эти проблемы. Почему Он допустил? Почему Он не открыл? Почему Он не остановил? Знаете, как мы верующие любим говорить? Если Бог знает, что тот, тот, тот будет, зачем Он это допустил? Почему? Мы же верующие. Как? Почему Он не препятствовал? Почему Он не остановил? Как? Это тебе? Тебе знать, да? Боже Бога. Если мы будем вот так задавать вопросы, посмотрите на апостолы. Значит, мы не следуем за примером апостола. Бог знал, что с ними такое случится, а Он еще и откровенно показывал, что туда надо идти. Потому что Бог не гарантирует нам, что не будет проблем. Бог не гарантирует нам, что не будет неприятностей. Бог говорит нам о том, что если мы будем проходить, но долине плащ, что Он будет с нами, что Он нас не остановит, и это превратится в источник. Теперь давайте будем искать эти источники. Бог не обещает нам, что мы не пройдем трудности. Он говорит, что если даже долине смертной тени проходим, что Он там не оставит, Он будет с нами. Вот то, что Бог обещает. Поэтому неправильное понимание Бога начинает толкать людей думать о том, что вообще, если мы верующие и служим с Богом, что Бог вообще не должен ничего допускать. То есть Бог должен все остановить, чтобы вообще ничего не было. Вот с этими людьми не было такого. Они сказали, они посчитали, в другом метеописании написано, что они посчитали это за шесть пострадать даже от имени Господа, или за Господа. То есть они не начали кого-то обвинять, людей обвинять, или Бога обвинять, или бросать камни обратно на Бога. Нет. Он стал, что Он сделал, когда Его бросали камни? Что Он сделал, считай, после двадцати стих. Когда же ученики собрались около Него, Он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой деревьей. Все, он поехал дальше считать проповедь в другом городе. Просто встал и дальше пошел трудиться. Пускай, давайте мы будем такой народ, будем из таких людей, которые просто упал, все, 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 как это, отрыкнем, отрыкнем, всякие, или как, от себя, от падения, как пели от падения, и пошел дальше. И пошел вперед, начинаем соседать, что-то на будущее. И так, во время возможности нет ограничений, что Бог может делать. Бог может делать намного больше, чем мы можем думать или помышлять. И я знал, многие наши братья сейчас, которые оказались в сложной ситуации, но я не буду имена называть сейчас, но вот многие их в этой ситуации. Не надо бросать камни, потому что ты можешь оказаться туда, там же завтра. И тогда будет весело. Поэтому лучше помогать, молиться. Вообще-то, вы помните то, что мы говорили, что надо нам мобилизоваться сейчас, в это время, и молиться очень сильно за себя, за церковь, и за защиту от всякого дела дьявола. И молиться за то, чтобы Бог сберегал церковь, и чтобы Бог вывел церковь в этой ситуации. Нам надо очень сильно ставить на молитве, и молиться, но общее тоже. Эти все ночные молитвы, эти все 24-часовые молитвы. Нам надо, действительно присоединиться. Тем больше, тем больше мы будем поддерживать друг друга, домашней группе надо молиться. Тем больше мы будем поддерживать друг друга, тем лучше будет для всех нас. Еще одна история, из книга исхода, когда Бог явился Моисею, Моисею, и говорит, что вот, теперь я пришел к тебе, чтобы избавить моего народа от этого, Игоя, фараона. И что вы думаете, вместо того, чтобы он попрыгнул и обрадовался, он говорит, не, найди кого-то другого, долго не меня. Я говорю, как? Вроде бы вы ждали этого, ты же кого-то даже убил ради этого, чтобы вывезти. Теперь я же сам пришел к тебе, что давай будем освобождать, потому что он понимает, что это большая возможность выйти из рабства, это большая возможность создать новую нацию, это большая возможность стать, ну, творцом истории. Но он тоже понимает, что, слушай, это большая опасность, ему придется пережить, и большие кризисы, и большие риски. И так и случилось. Сколько раз его, ну, хотели, ну, сколько раз ему пришлось столкнуться с фараоном, и сколько угроз на его жизнь. И, ну, даже, даже, представьте себе, когда он даже пришел к детям израиловым, старейшинам, что мы хотим вывезти, и они отказались, что нет, и что? Потому что там была большая возможность, там большая тоже опасность, и большие кризисы, и большие риски. И даже процесс вывода их из Израиля, это все, каждый, но из Египта, это каждый шаг риска, каждый, тем больше возможно, тем ближе они приближали к земле обытованной, тем больше риска. То, черное море, сначала, им надо было пройти, это что не риск, потому что за ними гнали, то водение, то пустыня, это что не риск, тем ближе они, подходили к земле обытованной, тем больше риска, тем больше проблем. Так что это давайте, не будем считать о том, что если у нас какие-то давления в стране, или проблемы, или обстоятельства, значит, все, мы уже должны только ждать смерти. Нет? Давайте будем верить, будем стоять, а кто-то говорит, что обязательства ждут, успокоиться, все начнутся, в этой ситуации, пускай переживаешься, будем, как-нибудь что-нибудь произойдет, но с нашей стороны, мы должны начинать свое делать, то, что мы можем делать, делать, чтобы новые возможности, новые источники открывались нам. Знаете, что мне интересно, когда я готовил эту проповедь, я в моем конспекте, там, нашел такую фразу интересную, это то, что я там написал, я даже сам не помню это, но хорошо, что мы пишем, я там написал, о том, что тем темнее ночь, тем ярче светит, не солнце, солнце не светит ночь, ну, звезды, 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 ну, здесь у нас звезды, конечно, плоховатые, но в принципе, так и есть, тем, когда темно, только ты видишь, кто из вас, когда-нибудь днем видел звезды, звезды появляются только ночь, вот, или когда в колодец человек заладит, да, когда в колодец человек заладит, то, вот скажи, когда человека посадить в колодец, если человек сидит в колодце, то днем можно видеть звезды, Вот, а колодец это же опасность, колодец это значит вода, он может утонуть, утонуть и так далее, как это так? Но вот, я не знаю, как человек может еще что-то видеть колодца, потому что там вода, его эффект, да. Может быть остроко у него сразу появились всякие звезды, какие хочешь. Но то что, то что факт, это то что звезды они не сияют днем, когда все хорошо, звезды появляются только в глубокой тьме, в глубокой тьме, когда, а? Или в глубоком колодце. То есть, звезды рождаются в тьме, во мраке, звезды рождаются в колодце, звезды рождаются, когда все темно вокруг. Итак, когда все темно вокруг, либо вы будете видеть возможности и одни возможности, либо вы вообще ничего не будете видеть, значит вы ничего не способны, вы сами уже все. То есть, вы можете либо позволить, чтобы эта тьма, ну, покрыла вас, чтобы уже ничего не способны видеть, пожрала вас и все, ослепила и все. Либо наоборот, вы позволите, чтобы эта тьма, наоборот, ну, открыла вам ваши звезды. Пусть в этом случае у нас был первый вариант, пусть наши звезды, твои звезды открываются, пусть тысячи звезды у тебя откроются в этом кризисе, который у нас в стране во имя Иисуса. Давайте встань и будем молиться сына за звезды в тьме, звезды в тьме, звезды в тьме. Давайте будем провозначать, что в этом колодце, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, ну, да, долине, в которой мы находимся, что звезды начнут появляться. Вот смейте микрофон, и будет кто может молиться, молитесь об этом. Пророчествуй, пророчествуй тебя, что звезды появятся на нашем небе, наше семнадцать, возможности появятся в этом листе, в этой проблеме, больше возможностей, больше возможностей появятся. О Папапа, Орхорджом, о��цом, огощи ты, отец, мы благодарны тебе, что ты сказал, разумный бусиняк как светило, отец в этом кризисе, и мы clawим тебя, что ты избрал и ты приспал, чтобы в этом кризисе каждый годбой, каждый в этой церкви сиял Боже, мой Бог, как разумный, во имя Иисуса, ну и так, чтобы видели возможность, отец, видели возможности, святоти, И расширялись, и умножались, и поднимались отец твоими, и сутрица Бог мой. И благословляли эту землю святой, Эра, Господь, Рабака, Щикрасы, Рабака, Щикрасы, Рабака, Щикрасы. И как ты поднял Иосифа, как ты поднял Иосифа, Господь во время Триста, и ты дал ему особенную мудрость святой. И приходили к нему египтяне святой, и приносили ему серебро, и приносили и привозили ему скот, и отдавали ему души, Отец. Я благодарю тебя, что ты употребишь это время, чтобы те, которые не знают тебя, чтобы они отдавали души тебе, Святой, чтобы они преклонялись при соборе, Святой, по имя Иисуса Витя. Я благодарю тебя, что ты, этот Господь принес, употребишь на славу, Отец, во имя Иисуса, и Реса Божьего, чтобы издевать от Духа Святого на всякую плоть, и чтобы при твоем имени преклонилась всякая колена. И вся отлично исповеда, что Иисус, Господь мой Бог, я благодарю тебя, Иисус. Аллилуйя, мы славим тебя и превосносим твое имя, Отец, и мы говорим, что Господь пусть огонь, вера и надежды на тебя не угаснет, у твоих детей во имя Иисуса. И прямо сейчас мы пророчествуем, что в всякой пустыне открываются источники, источники благословений, источники возможностей, которые мы будем использовать, мы приказываем всяким сухим костям о жизни во имя Иисуса, во имя Иисуса. Новые возможности, новые бизнеса, новые бизнесы, новые друзей, новые связи, новые взаимоотношения, новые источники, правосносительные новые источники, новые бизнесы, новые связи. И, вовремя Иисуса, прорывайся, прорывайся, прорывайся. Пусть придет победа! Победа! Господь, во имя Иисуса, придет жизнь! Жизнь там, где не было жизни! Отец, и пусть каждый этот кризис, это будет возможность! Возможность жить! Возможность побеждать! Возможность процветать! Пусть ваши глаза открываются! Открой мои глаза! Открой глаза нам! А дать навидеть! Дать навидеть! Песячьи возможностей! Как никогда! Как никогда, мой Бог! Мы просто славим Тебя! Ты живой! Ты вчера! Ты сегодня! Ты навеки тот же! Отец, и пусть Твой народ, Он прославит Тебя! Прославит Новыми Победами! Прославит Тебя во имя Иисуса! Слава Тебе! Слава Великий Бог! Отец, жизнь не прекратится! Жизнь не прекратится! Возможности превратятся в реальность! Победа! Новый! 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 Новый возможностей! Жизнь не прекратится! Жизнь не прекратится! Ему!」 Отец, мы благодарим Тебя за это Слово, Господь! Боже, я благодарю Тебя за это живое Слово прямо с неба! Отец, я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даёшь, это мудрость, Господь! Боже, я благодарю Тебя за слово Рема сегодня, я прошу Тебя, Отец, Боже, дай нам это слово, Господь, в наши сердца, чтобы оно проросло и чтобы оно пустило корни, Господь. Боже, я благодарю Тебя за умызания Иосифа, я благодарю Тебя за призвание, Господь, я благодарю за то, что Ты поднимешь Иосифов, Господь, в это время кризиса. Боже, я благодарю Тебя, Отец, я славлю Тебя за то, что Ты поднимешь этих Иосифов, Боже, я славлю Тебя за то, что Ты будешь надавать в сердца своих детей, это помазание Иосифов, Господь. Я благодарю Тебя, что это будут абсолютно люди Твои, Господь, безгрешные, которые устоят перед всеми искушениями, и этим людям, Господь, Ты доверишь, доверишь эту страну, Господь. Я благодарю Тебя, я благодарю за то, что Ты нашим сердцем, эту веру, которая позволит им противостоять все. Боже, спасибо Тебе, спасибо за это слово, я прошу Тебя, чтобы каждый человек, который сегодня получил это слово, чтобы он исполнил это призвание, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, Боже, мы благодарим Тебя за нашего пастора, спасибо Тебя, Господь, мы славим Тебя, Отец. Давайте будем молиться за наши братья, которые попали в сложные ситуации, наши бизнесменов, наши деловики, наши братья в системе, которые попали в какие-то кризисы финансовые, деловые, давайте будем молиться за них. Да, Отец, мы соглашаемся здесь, на этом месте, во имя Иисуса Христа, и мы стоим в проломе. Ты сказал, Боже, наипаче Своим, по вере, Отец, именем Иисуса Христа, мы поддерживаем, мы покрываем этой молитвой всех наших братьев, всех наших сестер, которые проходят сегодня долиной плача. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы верим в Твое Слово, мы верим, что оно живо и оно действенно, мы верим, что в этих долинах, в этих трудностях, они откроют Твои источники, они найдут новые возможности. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, и мы говорим Тебе, дьявол, и именем живого Бога, все Твои планы на их жизнь не сбудутся и не состоятся. Аллилуйя! Мы верим, что Слово Бога, оно живо и оно действенно, и они откроют эти источники, они найдут новые возможности, и многих еще введут в эти благословения во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сказал, что Твердого Духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо Он уповает на Тебя. Господь, мы благословляем наших братьев и сестер, которые имеют сегодня бизнес, где пришел стопор, Отец. Мы просим, чтобы Ты дал им мудрости, чтобы каждая неудача, это как скрытая под маской благословение, что не научается новому, чему тут новому. Господь, Ты сказал на сыне времена друг друга, Боже, и таким образом исполняйте закон, и мы сегодня на руках молитвы поднимаем наших братьев и сестер и просим Тебя, Господь, чтобы Ты сохранил их в здравии, в мудрости, в разумении, чтобы они встали над основанием, на этот краеугольный камень, полностью доверили Тебе. Откроем по-новому, Господь. Пусть верхние источники с неба покажут, что делать на земле, Отец. Пусть откроются небеса во имя Иисуса Христа. Благословляем каждого человека, их семьи, Господь, их инвестору, Господь. Благословляем, чтобы они ходили в мире, в любви, Господь, покорности Тебе и Твоему Слову. Боже, благодарим за силу крови Иисуса Христа, который охраняет, сохраняет, оберегает их, Отец во имя Иисуса Христа. И новые, новые откровения, Господь, новые прямо с неба, открытые небеса, в самые трудные минуты, Ты сказал, проходя долины плача, Открываются источники, и дождь благословения, не капли, а дождь благословения, благодать на благодать, благоволение Божье, ибо вы уже не в своих, а Божье, Господь, и Ты открывай своему народу, и Ты открывай по-новому, Господь, по-новому, совершенно новое, чтобы укрепились, утвердились, и сказали в ответ этому миру, что есть выход, то, что невозможно человеку, то возможно Богу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за эту ситуацию. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не допускаешь испытания, которые больше нас, и что то, что Ты допускаешь, Господь, Ты даешь также и силы выходить из Него. Мы просим, чтобы Ты дал силы всем верующим, всем братьям и сестрам, ввести всякое испытание, которое сейчас на страну наступило во имя Иисуса Христа. Мы провозначаем, Господь, выход, избавление, сверхъестественное избавление для всех детей Божьих. Господь, накрой нас Твоей защитой, Твоим покровом. Покрой нас, Господь, Твоей защитой, именем Иисуса Христа, и сверхъестественного обеспечь, Господь, новые возможности, новые двери, новые связи для всех Твоих детей. Именно Иисуса. Пускай новые двери открываются, и пускай звезды рождаются в этом кризисе и в этой тьме, в которой мы находимся. Господь, дай Твоим детям находить источники, с которыми они еще Тебя прославят. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.